Всем привет, ребята, с вами Аня Покров, и это новый выпуск новостей! Ну что, признавайтесь, скучали, скучали по нашей старой локации, ну как старой, неизменной локации? Скучали вы по тучке? Я вот очень скучала, не знаю, как говорят, в доме и стены помогают, и я просто тут... О, Дианочка, натикла! Красиво, на съемке была? Да. Ну, капец, я тут всех ребят наобнимать не могу, потому что соскучилась по каждому вообще. Кстати, ребята, подписывайтесь на мой канал, потому что это такое упущение, если ты еще не подписан, ты же все новости пропускаешь. Пожалуйста, мне будет очень приятно, если ты попишешься. Все, давайте к новостям. Блогер, стример, который зовут Артем, а все его знают как MeltStroy, устроил полную жесть. Короче, он, как я поняла, я раньше его не знала, кстати, снимает стримы на YouTube, провокационные достаточно, он сидит в Moscow City, устраивает тусовочку и сидит перед камерой, бухает и болтается со своими подписчиками, пацанчиками. Вот, и что же этот MeltStroy учудил? Он также снимал свой стрим, позвал девчонок, и с одной из девочек у него случился конфликт. В принципе, у него случился конфликт с каждой девочкой, он всех обсирал, и все просто уходили чуть ли не в слезах от него. А тут села девочка, тоже видно, что выпившие или я не знаю, под чем они были, они начали спорить. И причем так очень жестко, мне было страшно смотреть этот выпуск, чтобы вы понимали, насколько я эмоциональная. Я просто сидела, смотрела, мне хотелось плакать только от того, что он там говорит и с какими эмоциями. Он похож на психопата. Они начали ругаться, он начал засирать девушку, что она тупая, некрасивая, стрёмная. И девушка начала ему отвечать, причем достаточно конструктивно. То есть она начала раскидывать все по фактам и говорить, ну ты покажи себя, покажи свою фигуру, раз так ты засираешь мою. Это раздевайся, раздевайся, раздевайся. А ты нет, а то, что ты топчик, покажи мне то, что ты топчик. Он дальше продолжил на нее кричать, она говорит, ну давай, покажи. Конечно же, она тоже его провоцировала, но что последовало дальше, это нельзя оправдать никакими словами, действиями. Он просто взял эту девушку вот так вот и начал бить об стол. Очень сильно бить об стол. Так что у нее просто сразу же пошла кровь, ее как-то там забрали ребята. И что меня еще ужаснуло, что все, кто находился на этой квартире, не подошли помочь, не останавливали его. Они просто говорили, да все, бро, успокойся, хватит. Так вот, девушка отходит из кадра, приходит и говорит, зачем ты меня бьешь? То есть она изначально пыталась наладить конфликт. Она говорит, зачем ты меня ударил сейчас, зачем ты это делаешь? Он дальше берет, хватает ее за руку и говорит, садись, садись сюда. И дальше начинает мне кричать и говорить, я тебя дальше отб***ю. Все, заканчивается этот стрим, он говорит, б***ь же, это же теперь все посмотрят. У него не сыграла совесть в этот момент, он не извинился перед этой девушкой. Он просто такой, ну я бы ее отб***ил при любых раскладах. Голубь, слой, еб***ь разобрана, еб***ь, нормально. Он даже посмел выложить в свой инстаграм видео, где сказал, я очень сожалею. Сожалею, что не отб***ил ее сильнее. Это не дословно, но смысл вы поняли. Девушку зовут Алена и на следующий день она опубликовала в своем инстаграме фотографии со всеми доказательствами. Оказалось, что у нее черепно-мозговая травма, плюс у девушки были брекеты и там вся челюсть просто расб*** в край. Она просила помощи у своих подписчиков, она просила подсказать ей адвокатов и сейчас на блогера Мэл Строй заведено уголовное дело по статье побои. Также канал его на ютубе заблокировали. Походу дали абсолютно перманентный банк. И сейчас теперь мы ждем результатов и ждем суда. Я хочу, чтобы он получил по заслугам, потому что это полная жесть. Чтобы все пацаны, мужики, как они себя называют, знали, что так делать ни в коем случае нельзя. Это насилие, а о насилии молчать нельзя. Ребята, напишите, что вы думаете по этой ситуации в комментарии, потому что я просто возмещена, я в шоке, мне было очень страшно. Блин, вот дома так хорошо, но я иногда так скучаю по Мальдивам, там было так красиво. Я просто отдыхала, загорала и радовалась жизни. Кстати, я там такое узнала. Радостная новость для всех нас, кто потребляет контент тоннами. МТС, как я считаю, делает правильные шаги для укрепления коммуникации с молодежью, а то есть с нами. Они сделали для всех, у кого пакет Мой Смарт, безлимитный трафик на просмотр Ютуба. Это значит, что вы смотрите этот ролик, а ваш интернет мобильный не расходуется. И не будет такого. Да шучу я, короче, такой фигни больше не будет. Вот что пишут на сайте. Для новых абонентов тарифа Мой Смарт эта функция уже подключена, а текущим нужно будет ее включить в личном кабинете. А если у вас другой тариф, то вам нужно просто перейти на Мой Смарт, тем более, что это бесплатно и никакой абонентской платы не будет. А еще там почти все мессенджеры не кушают трафик, поэтому посмотрели мои новости, скинули друзьям, обсудили, посмеялись и все классно. Подробнее можно прочитать по ссылке в описании. Ну а мы погнали дальше. Мальдивы Мальдивами, а я уже в Москве, поэтому идем дальше. Новый трек Тимати, Джигана и Крида. Называется он Rolls-Royce и даже сейчас вот я снимаю этот выпуск, а ребята за кадром ходят и снимают под него видосики. А ребята спустя долгое время решили опять объединиться в такое трио и решили чуть похайповать и писать трек. Трек очень разошелся в ТикТоке, даже я сняла под него там уже сколько, три видоса. Просто снимая ТикТоке. Он прикольный именно для ТикТока. Кстати, недавно Криджи еще снялся у Тимати в клипе «Звездопад». Мне кажется, намечается что-то еще более крупное и ребята на этом не остановятся, потому что трек заводят ну очень хорошо. Кстати, у Егора там есть строчка «Моя бишь делает деньги, просто снимая ТикТоке». И после этой строчки, конечно же, все стали догадываться, все стали обсуждать тему отношений его и Вали Карнавал. Потому что после клипа «Девочка с картинки» все такие «О, а может быть между ним что-то есть?» Я на самом деле тоже их шиперим, но не знаю. Вдруг ребята реально вместе или будут вместе. Ну, короче, посмотрим. Ой, а кому это я тут пришел обниматься и новостей мешать снимать? В жизни. Инстасамка выходит замуж недавно. В прямом эфире у Даши Олег достал кольцо и сделал Даши предложение. Вау. И пока остается только догадываться, это все было на самом деле или это опять продуманный пиар-ход и они хотят похайповать. Но если так, то прикиньте, инстасамка – жена. Охренеть. Кто-то там посмеялся даже. Слава Мерло вовсе не Слава. Вот это было просто шок открытия этого года. Слава на своем YouTube-канале выложил видео, которое называется «Артем». Он рассказал, что на самом деле его зовут «Готлиб Артем Артемыч». Просто офигеть. А сделано это после того, как его начали шантажировать, его бывшие одноклассники сказали, что все расскажут. И парень решил сделать это первое. Он даже выпустил альбом, который тоже назывался «Артем», а на обложке там фотография с его паспорта. Ну, либо это тоже он научился у Моргенштерна делать продуманные пиар-ходы. Но в любом случае, это офигеть, какой шок открытие для нас. Слава сказал, что он ненавидит свое настоящее имя из родного отца, и ему даже пришлось взять севдоним. В один момент я не взлюбил своего отца очень сильно. Настолько сильно, что мне было тошно от своего имени и от своей фамилии. Вот это просто офигеть. Не знаю, что у них там случилось с отцом, но слава Мерлоу, не слава Мерлоу. Коля говорит, может, я на самом деле не Аня Покров, а Вика Антигрустин. Кто знает. И завтра в ЕЖ новости я уже вижу, Аня Покров призналась, что на самом деле ее зовут не Аня. Валю Карнавал заблокировали в ТикТоке навсегда. Но подождите, 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 не стоит пугаться. Короче, это действительно было так. Валю заблокировали за многочисленные нарушения в ТикТоке. Она выложила свою страничку в Инстаграме. И подписчики создали хэштег «Верните Карнавал». Создали, не знаю, просто огромную акцию, чтобы Валю вернули в ТикТок, и ее поддержал даже Егор Шип. Ну, всем знаем, что я ее уже шиперю с другим Егором. Ну, Валю вернули, аккаунт разблокировали, сейчас все хорошо. Слава тебе, Господи. Ну, просто прикиньте, как это круто, какая армия подписчиков. Я уверена, пацаны, что вы бы за меня также заступились. Пашу высказался об уходе Тимати из Блэкстара. Пашу выложил видео, где сказал, что он не понимает поведение Тимура и его строчки из песни «Эл Проблема». И Пашу, на самом деле, видно, что ему обидно. Как говорится, обидно, досадно, ну ладно. Потому что он говорит, сколько он делал для Тимура, для Тимура делал никто. И сам Тим это знает. Просто он решил тоже как-то это похайпать, постебать. Но видно, что Пашу очень расстроился. И я тоже расстроилась. Хоть я и не знаю, Блэкстара никогда так сильно им не интересовалась. Но они столько лет были вместе, столько лет дружили. А сейчас такая фигня происходит. Аккаунт Dream Team House в ТикТоке набрал 7 миллионов подписчиков. И я не могу не поделиться с вами этой радостной новостью для вас. Потому что это охренеть как круто. Спасибо вам огромное. Спасибо, что смотрите. Мы стараемся каждый день, пытаемся что-то придумать. Кстати, в моем инстаграме знаете сколько? 4 миллиона. 4 миллиона авокадиков. Это же охренеть как круто. Я уже выложила видео. Ава-авокадо. Вот. Ну, кстати, если ты еще не подписан на мой инстаграмчик, то гоу. Литвин сжег свою тачку просто от морозок. Сейчас весь инстаграм кипит этим. Он выложил это и в инсту, и на ютуб, где он сжигает свой мерседес. Извините, на минуточку, просто на секундочку так уточнить. За 13 миллионов. Он сжег свою тачку после конфликта с дилером. С дилером мерседес. И сказал, ну что, акула, прощай. Это будет лучшее решение. Она у него, короче, постоянно ломалась. И он такой, ну, the end. Пока, малышка. Выложил этот видос, где он выезжает в центр поля. Достает из багажника канистры бензина. Поджигает тачку. И после этого идет видеоряд его милых моментов с машиной. Я, знаете, я плакала. Ну, мерседес. Малышка. Взял и сжег. А потом он подошел к запорожцу. Вот это я понимаю просто. Литвин. Давайте минуту молчания в памяти малышки. Минуту молчания, я сказала! Ватерфрукта не пустили к Дрим Тиму. Короче, так подумали все подписчики после истории Темы, где он снимает Олега, Маруси и наших ребят на концерте хлеба, что они стоят в випке, и Тема хотел к ним подойти, и его не пустила охрана. И дальше паблики расхватили эту новость, как только могли, что Тема, вот вот эта дружба, одно название, Дрим Тим, дружба, летим. Я просто в ахере. Чтобы вы понимали, это не наши охранники. У Дрим Тима нет охраны. Кстати, уже пора, но у нас ее нет. Тему не пустили охранники на концерте, только потому, что у него были билеты в другой секции. И мы очень хотели с ним увидеться. И Тема завтра приедет к нам в гости, мы до сих пор общаемся. И это просто полный бред. Не наши охранники не пустили Тему, а просто охранники в клубе. Не путайте, пожалуйста. Даня и Артур в студии 69! Короче, пацаны были в новом выпуске на ютубе и поменялись песнями с Роуфом и Файком. Пацаны исполнили песню детства, плюс еще и дописали свой куплет. Получилось очень круто, на самом деле. Я слушаю этот трек до сих пор в тачке. Мне кажется, что это чуть ли не луча оригинала. Просто убегай, ай-ай-ай-ай, и не вспоминай, ай-ай-ай-ай. Если ты не смотрел этот выпуск, то посмотри и тоже реши, какая у тебя вариация трека детства нравится больше. А Роуфа и Файка исполнили треки пацанов. Ну, честно, я очень люблю Роуфа и Файка. По-моему, наши сделали это посильнее, потому что они просто перепели «Парень простой» и «Я дома», а тут мальчики заморочились и прямо переписали текст. Ну, не знаю, получилось, по-моему, очень круто. И еще я поняла, что Артуру идет рэп, и ему нужно такое читать. Думала, я забыл, это не так, да, это факт. Время, и мы не вернемся назад. Ну, вот я бы плакала под его треки. Каждый раз я вспоминаю детство. Каждый раз я вспоминаю Нютика, Нютика Покровского. Классный трек был бы. Ну, а это были все новости на сегодняшний день. Подписывайся на канал, если еще не подписан. Я тебя очень прошу, ну, давайте уже добьем 700 тысяч, а потом уже и лям. Я, кстати, такую штуку на лям придумала. Я вам пока не расскажу, потом расскажу. Пиши в комментариях, какая новость я сегодня тебя просто ошарашила. Ну, и, конечно же, ставь упоминалки, ставь лайки. Я вас люблю, целую, пока!